ребят смотрите с кем встретился это дима счастливший который выиграл понтареску как так вообще не не представляю как 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 вообще ты проект академика или кто ты расскажи слушай вот первый раз в жизни участвовал в конкурсе я всю понтареску смотрел ну наверно кости начал смотреть чуть пораньше но вот самый такой то есть ты еще до понтарески смотрел да то есть дикобразик конкретный закоренел и соответственно это проект который ну я тоже мечтал кто не мечтал взять какой-нибудь x5 и 53 да там усосанный немножко подлатать и потом кататься кайфовать вот и как только узнал что он разыгрывать конечно сразу же участвовал темпы и прям вы с одного города и так все повезло да и сошлось более если б не жена на самом деле я бы не выиграл потому что у меня страница была закрыта две недели одной страницы классно классно что супруга помогла ну и потом я ее забираю трясутся этот человек дмитрий амбросивов привет 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 короче пацаны пишут дима я тебя куплю 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 я и же не будет пишу и чё делать на это чё как думаешь конечно вставляет большая кстати красавица ты мог тупо просто ее продать там взять она сколько но 1400 допустим сама что плюс медийностью и столько же наверно пишет писали там миллионка миллион предлагал аратов когда писал а не день пацаны отбой то есть те полтора миллиона предлагали живых денег и ты не слушай ну по крайней мере писали я не знаю но никто не так вот прям за деньгами не приезжал знаешь а я сразу писали не 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 пацаны реально такой раз в жизни были ну классно молодец респект ос прям но если честно вот так и ну я по-перекупски так наверное подумаю что сейчас наверно поменьше но и медийность уже дает стоимость конечно слушай но забыли дай уже конечно уже прошло сколько времени да и все кто переживал что там проект академика посмотрят на количество подписчиков и просмотров и поймет что такая движуха была бы неинтересна хотя тачка стала круче с того времени ну то есть она сейчас не в пленке а покрашена да слушай да сейчас приедешь и можешь это немножко пройтись как раз с камерой посмотрим конечно мне очень интересно да я тоже смотрел с открытым ртом как там первая серия пандаревский уезжаем со съемок на эвакуаторе мировоззрение перевернулась потому что я не представлял что можно в таких машинах ездить смысл переплачивать да прикинь там четыре с половиной тысячи налога плачу в месяц просто она стоит сейчас в ремонте четыре с половиной тысячи в месяц слушай а вот в мурманске получается два раза две тысячи в месяц два раза дешевле до 50 процентов сгибки в северный город из-за этого да нифига себе у вас нашей тарификация такая перекрасил ее переварил заднюю часть уж там дырки были уже по-хорошему сейчас днищего еще я как раз весной хотел заняться но ну или мотор не ну там мы все к этому шло нашло я как бы ждал что-то будет чуть попозже там как полгодика и пусть уже за девочки были и он уже начал моросить но мы прямо конкретно добили я на самом деле сначала густила сейчас я очень рад потому что мы купили прямо сейчас мне тоже интересно что я ранжа которого продал тоже человек поменял мотор на какой-то безваносный там тоже так валят прям ну состояние там сравнивать прямо видео есть как старый новый потом реально эти он на цилиндрах как новый знаешь вот уже ну и допустим он там не должен или это не асси нет не алюминиев в этих моторах они же там с иллюмин какой-то там с иллюминовый да может быть кинзован я вообще такое балантин автоблок ведут про эксплуатацию но я такой знаешь просто отношусь к вещам слушай но дима как ездишь на понтареске как не более по питеру родной город нашли эти скажу больше есть и даже там по трассе едешь узнаваемость стопроцентная такая вот история интересно пришлось снимать парни писали димон сами с ними с ними и первый видос набрал что-то космическое количество просмотров для меня я прям прифигел и все пошло поехало сразу стрельнул на самом деле у тебя даже я встречался там с блогерами в новосибирске и типа нас с тобой сравнивали то есть у нас типа истории похоже ну то я правда купил машину хайповую ну да которая была интересна людям а ты выиграл вот и у нас примерно схожая в общем история подсосники мы с тобой ничего страшно я не я не стыжусь честно в общем дима ну писал я летом когда на ренджа гнал очень хотел словиться было бы прям два этих хайповых ренджа встретить не срослось бы не не фортануло дима в крыму был я дамой ну ничего зато сейчас встретились будет хоть на црв прокачиваюсь фотошопе сложишь да 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 попрошусь там правда он сейчас безморда это даже круче да кажется у меня проблемка первая ошибка выскочила какая-то причем непонятно не чек что-то непонятное типа как по трансмиссии что ли чертай куда да блин так тискали шины горят вода это шины вот это социальный знак это шины да даже может я я люблю шины рвать так не замечать и еду и ничего не делаю паре по рельсам сейчас проехал по питерскому все может где-нибудь тормознуть глянуть ребята спонсор видео компания стартап напомню неделю назад я инвестировал 9000 рублей свои деньги вложил значит в спортивное направление в спортивный стартап на 6 дней вы меня спрашиваете в комментариях рома почему ты не вложишь там миллион там или ну там все свои деньги там в общем мы какую-то ощутимую сумму ответ очень прост как я считаю что свой капитал киты свои сбережения нужно отделить по разным направлениям то есть куда-то вкладываешь да допустим часть машину часть туда часть туда то есть чтобы у тебя не было там все все деньги не были в одной какой-то теме даже в очень надежные там и какой-то очень супер привлекательный вот такой простой ответ а почему они вкладываю какую-то большую огромную сумму тоже ответ на это есть помните когда-то когда я узнавал только о криптовалютах что это такое как это все примерно работает и соответственно вкладывался это в это дело такое было понятие вкладывай столько что только не боишься потерять автомобиль я покупаю я до конца понимаю как это работает то есть знаю весь этот механизм изнутри и соответственно вкладываю большую сумму допустим криптовалюта тоже или стартап это получается работы то есть старая моя инвестиция она кстати сработал вчера я подал заявку то есть у меня 6 дней прошло накопилось определенная сумма то есть вложил я в 9000 плюс проценты которые по ссылке в описании вам тоже добавятся если вы поучаствуете короче со всеми пирогами с 9000 за 6 дней я получил 10 840 невеликие деньги но опять же это та самая синичка в руках в общем второй раз все сработало у меня на этот раз я создал новый аккаунт новую почту вообще то есть ребятам которые заказывают рекламу я конечно же сказал предложил такой вариант окей как бы все согласились никто не против но я до конца не понимаю как это работает поэтому я не вкладываю какую-то солидную всю все деньги там свои ну или как как вот вы пишете в общем грубо говоря там рискую рекламными деньгами теми же ссылку на стартап я оставлю в описании по которой кстати вы получите к первой инвестиции бонус инвестируйте и зарабатывайте со стартапом как те тачка мы слушаем наверное не знаю конечно не теперь вообще такое себе да она еще и стоит два раза дороже чем рэндж 900 ничем не твой рэндж извиняюсь всем вообще в принципе рэнджик но какие-то они слушают мне нравятся простые машины тем что как всем поехал этих забот и хлопот знаешь есть такие типы людей которые вот как я допустим движ на постоянно что-то делаем тюнику меня было сжига мы там пружины пилили разборку ставили а у тебя до канала да еще движуха была не не было движухи ну движуха была такая что и просто не снимали никогда просто я себя делаешь там я понял да но я довольщик там всякие другие темы там музычку сабик там изоляция и прочее прочее а есть люди которые вот купил и наоборот что никаких проблем забот вообще сил поехал в этом плане крето кстати идеальный вариант вообще крето это человек солярис только солярис нам подвеска простейшая движок надежней катализаторы выбил катайся всю жизнь солярис по 300 по 400 тысяч бек это то же самое в общем сейчас едем в сервис где стоит рэндж диммин панта резко посмотрим ну как едем стоим стоим в сторону сервиса наконец-то пневма упала да долго держалась да он такой на стиле сейчас да да какая красота до цвета вообще огонь просто дик бесширная ну и вот сколько мест можно охренеть тут жить можно как в палатке реально красотища конечно подню бы его посмотреть по удачнее было бы ну ладно я и так рад принципе панта резки поедет посидеть можно офигеть это вот тот самый салон который доделал перешивали там уже подстираться начал подлокотник вот ребята фанта резки сижу даже если честно слабо так верится о от семерки до что ли это задний диван пусть заморочнулся сделал да 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 я знаю у меня на бэхе такой этот подлокотник а тут подложек не туда умеют потому что будет она не вставать можно так вот так это все здесь выглядит да а чуть случилось врезался в заболе пусть наш поклёвка отвалилась одессе кости надо да мы и пытались когда красили сочесать прикольно а вот у тебя почему это ну говорили типа ты проект что у спонсора вина как они мне написали игры дмитрий это проект который мы поддерживали они с тобой работают часто каждый выпуск каждый выпуск по панта резко пу то есть они по они они тоже дикобразики на такие преданная школа тут что-то это надо подделать тоже да спасибо что это разрешил ну такой же да да салон маленько до другой история маленько другая итак самый главный момент вот он так что дима хочется понта резку поставить подожди да я догадаю давай угадай с трех раз что это за мотор но сейчас японцы это 5 7 хэми амеровский да ну а как все это срастется по мозгам там это вот саня по любому если все просчитали продумали короче мне нравится вот эта тема это вся проводка это куда в салон салон мне тоже нравится мне после бмв вообще все теперь нравится только на васиба заш приехал да с моей родины но могла я диме говорю типа написал бы пол я поучаствовал сколько стоил мотор 88 вместе у нас будет задний привод только только задний будет а здесь что делаете а я видел самую низкую ниву прикольно здесь все подварено все как надо да я просто не было дырки обернули все железо с чего взяли купили полторашку а он все что осталось до 100 огромных а вот рама уазика думали скрестить за ту раму с раму уазика получается раму уазика вообще не подходит к ничему придется делать просто свою раму я уже знаю что придется пилить пол под карабочку прям вообще короче аккуратненько да прям прям вот это все поэтому квадрат ну и вы усилить и да как-то так раз раз и усилим ну в рама будет тебя рама будет усилить козов ты это все шелуха не вы вообще у красавцы такой потом как у вас называется сервис скрю скрю да вас все знают на местные также пока не пока нет красавица такой же цвет да у вас по питеру здесь я летом был как-то много вот этих на таких катается про ноги вперед руки вперед какой бюджет и просто так возьмешь подаришь да а гиф да получается кому-то повезет с таким красавством это урал урал это врал это вечная это прям до фанатов это прям реально пропадет можно кстати да взглянуть на нее пушка гонка это причем у него стоковая коробка стоковый полнепривод и стоковый блок и все и все живет да на такой мощности вот все подписывайтесь на канал ребят чтобы у них было уже много подписчиков потому что ребята реально делают вещи просто сколько вас три тачки там сразу да в разгоне сейчас вот это вот весь этот угол это все наш а у вас не 3 попасть вот столько до 3 разбросал там 1 короче машин 15 в том числе и чайповые до понтареска да да я уже по я уже посидел наказано как это как перекуп не могу спросить у тебя да вот понтареска у тебя есть сколько вот мне нужно дать денег те чтобы на не уехать завтра но не завтра ну вообще в принципе не сколько как нисколько не подается то есть даже если я бы сейчас 5 сотку кинул сюда на панель мне когда ну смысл учаевку плюсе за 500 ну солярис 600 ладно 600 ну что я куплюсь ничего ладно на церковь поменялся она стоит миллион то что офигеть ну молодец красавец вообще вот ладно дима брат был познакомиться взаимно если чё в новосибири какой-то мотор еще надо будет звони и там подсобить если чё вот ну я если буду мимо проезжать заедут может с мурманска опять буду ехать или еще нормально все давай хорошей дороги спасибо на связи часть из вас рискнула и добилась а ведь это реально преодоление владеть такой машиной а часть по-прежнему сидит зашоренная своих фокусах и говорит как у нас все плохо да у нас конкретно все плохо но мы проживаем эти истории это наша жизнь которая яркая которая мы горим мы пропадаем мы берем денег кредит мы живем нас это таращит нас искренних ведроводов дрочископеров называйте насколько угодно но мы потом будем рассказывать и детям и внукам и женам и кому угодно что у меня было вот такое ведрище неважно что это рейндж ровер мл старый гелик да какая разница у тебя была та машина которую ты пытался победить так у то ребят в питере время зря не теряю тоже с димой встретился но реально то есть с ребятами там посидели чайку попили эмоции хороший получил положительные не знаю завтра хотел выезжать но блин хотелось как бы с димой встретиться и колеса я сегодня скорее всего уже не куплю поэтому наверное на день придется задержаться здесь мы пока посмотрю что там масла там в коробке что-то непонятно какая-то что-то масло уровень проверить блин вот классно реально когда встречаешься с человеком все равно смотрел но вот диме на блоге дать и когда вот с ним пересекаешься как бы общение вот это происходит и когда человек но действительно настоящим оказывается и таким какой он есть как бы простым я люблю людей простых которые там не это не скорчит у себя там каких-то там крутых там не знаю и так далее это классно спасибо что так поздно приняли чтобы не привлекать внимание гаишников все можно двигаться дальше